Люди не могут помыться. Я приезжая с двумя детьми. Куда я должна пойти мыться? Куда? Расскажите мне, пожалуйста. На протяжении месяца жильцы общежития на Октябрьском проспекте моются из тазиков. Душ у них находится в подвале, поэтому, чтобы помыться самому или вымыть ребенка, нужно пройти целый квест. Набрать воду в несколько кастрюль, дождаться, пока плита общей кухни освободится, нагреть воду, спуститься в зону душа и только тогда мыться. Мой ребенок ходит зимой, руки моют в холодной воде. А кто-то живет здесь с грудничками. Куда нам идти? Ну, мужчины, я вам задаю вопрос. Вы только от нашей управляющей компании. Мы сейчас закончим с проверкой. Я к вам подъеду и с вами пообщаюсь. Сегодня в шестой дом приехали управляющая компания и госжилинспекция. С проверкой они спустились в бойлерную. Выяснилось, что главная проблема в неисправном оборудовании. В задвижке бойлер горячего водоснабжения пломбировано. В связи с его неработоспособностью, соответственно, горячего водоснабжения в доме не осуществляется. Общежитие уже 67 лет. Столько же бойлеру в подвале. Его много раз ремонтировали, но сейчас никакой ремонт не поможет. Оборудование неисправное. Единственный вариант вернуть воду – купить новый бойлер. 24 числа выйдем на собрание жителям и предложим два варианта. Либо перенос сроков капитального ремонта, либо за свой счет самостоятельно устанавливать бойлер. Бойлер – это общедомовое имущество, поэтому менять его жильцы должны самостоятельно. Стоимость нового оборудования в общежитии с установкой обойдется в 2 миллиона рублей. Есть вариант, что управляющая компания бойлер купит, но оплачивать его люди будут по квитанциям. Либо жильцам нужно перенести сроки капитального ремонта, чтобы бойлер поменял фонд капремонта. Но на это уйдут годы. В случае положительного переноса сроков капитального ремонта срок устанавливается 25-27 год. Сейчас жильцы общежития находятся практически в безвыходной ситуации. Ведь денег на бойлер у людей нет. А жить без горячей воды еще 3 года очень сложно. Есть ли в ситуации вина управляющей компании, выяснит госжилинспекция. В государственной жильцей инспекции после контрольных мероприятий мы дадим оценку деятельности управляющей компании на предмет, возможно ли было проведение данного ремонта в рамках текущего или содержания общего имущества. Окончательное решение жильцам предложили принять на общедомовом собрании. А пока люди продолжают греть воду на плите и платить огромные суммы за электричество. Надежда Алюшина, Михаил Михеев, информационный канал «Город».